Всем привет! Это наш очередной подкаст и сегодня мы будем говорить о, конечно же, брендовой выдаче. Брендовая выдача это особый бит выдачи, который занимает в SEO необычное место. Многие SEOшники не уделяют этому достаточного времени. Я бы хотел, чтобы мы сейчас обсудили брендовую выдачу, ее значение для продвижения и, собственно, какие стратегии по достижению брендовой выдачи мы рекомендуем. Учтите, мои подкасты теперь выходят одновременно как в аудио формате, так и в YouTube формате. Поэтому вы можете смело подписываться на нас и в подкастах непосредственно на нашем сайте, также непосредственно подписываться на подкасты в YouTube. То есть вы можете подписаться на подкасты в том же Apple и так далее. Поэтому обязательно не забудьте этого сделать. Этим самым вы меня отблагодарите. Итак, мы, конечно же, пройдемся по поводу брендовой выдачи и трудностей ее продвижения. Например, я хотел бы рассказать про брендовую выдачу SEO Quick. Если вы спросите SEO Quick непосредственно в поиске, вы увидите, что брендовая выдача выводится сразу своеобразно. В первую очередь брендовой выдачи есть возможность показываться по рекламному блоку, по рекламной кампании. Например, у меня показывается на первом месте я, а на втором месте даже показывается мой конкурент. Он занимает первое место в выдаче. Как бы не я один даже кручусь по брендовому запросу. Более того, если проверить других конкурентов, например, интернет-магазин «Розетка», можно увидеть, что по запросу интернет-магазин «Розетка», например, крутится, конечно же, только «Розетка». Она выводится непосредственно по расширенному элементу выдачи, который занимает прилично строк. То есть он по умолчанию занимает 4 строки, где показывается первая строка «Блок поиска по сайту» и также 3 группы по 2 быстрых ссылок. Вторым элементом брендовой выдачи, конечно же, являются Google карты. Мы говорим сейчас про Google выдачу, потом отдельно проговорим про Яндекс. В Google выдаче, обратите внимание, что подкаст, о господи, в Google выдаче блок карт может занимать большое количество мест. Если у вас, например, много филиалов. Если у вас несколько филиалов выдачи, они будут все выводиться. Поэтому выгодно в одном городе иметь несколько филиалов в разных районах города. Вы скажете, иногда это нерентабельно, это дорого. Но я вам так скажу, если ваш бизнес планирует развиваться и у него планируется развиваться оффлайн точки выдачи, регистрируйте их в Google картах. Итак, идем дальше. Следующим элементом брендовой выдачи являются ваши соцсети. Ваши соцсети, в частности Facebook, YouTube канал, наличие сайта в Twitter, наличие сайта в соцсети ВКонтакте, однозначно рекомендуется. Это гарант того, что вы будете выводиться, а не ваши конкуренты. Ведь конкурент может создать с вашим именем фактически паблик и забирать у вас трафик, если вы этого не сделаете раньше. Поэтому озаботьтесь о том, что вы должны создать бизнес-страницы Facebook, бизнес-страницы ВКонтакте, бизнес-страницы непосредственно даже того же Twitter и Instagram аккаунт бизнес, и также, само собой, ну, YouTube канал, само собой, сделать свой собственный и везде ввести свой контент. Контент нужно, конечно же, обновлять. Итак, едем дальше. Для того, чтобы делать другой вид, расширять этот вид выдачи, есть еще сайты поиска работы. Помните, что с названием вашего бренда должно гармонировать слово «вакансии». Поэтому добавляйте себя на сайты поиска работы. Однозначно это рекомендуется делать. Поэтому, в первую очередь, для брендового трафика важно делать, регистрировать себя на сайтах поиска работы. В вашем регионе, может быть, до 5-6 сайтов, где есть вакансии, зарегистрируйте себя там как работодателя, опубликуйте все там актуальные вакансии, которые вам нужны. Да, иногда вы можете сказать, зачем мне платить за вакансию, если я никого не ищу. Поверьте мне, вы можете всегда искать каждый месяц кого-то одного сотрудника. И почему бы не постоянно повесить какую-то одну вакансию, допустим, когда вы ищете, например, вашу компанию, там, новичков, там, допустим, у вас, там, допустим, нету какой-то четкой должности, но вы, допустим, ищите новичков, которых обучаете, допустим, введите там свою вакансию и постоянно набираете себе людей. Следует помнить, что если вы постоянно добираете себе каких-то людей в компании, то таким образом вы в выдаче постоянно обновляетесь, а не у вас будет устаревшая страница, черт знает когда опубликована. Итак, едем дальше. Следующий вид публикации, так называемые брендовые публикации. Например, можно увидеть розетка, в частности, публикуется на сайте Лиганет. Это сайт СМИ, где они рассказывают, как работает их бизнес. Это называется публикация в местных СМИ. Или так называемые пиар-публикации, где в первую очередь вы делаете публикацию не с целью продвинуть какую-то статью, какую-то услугу, какую-то семантику. Вы пиарите свое доброе имя и вы рассказываете про ваш бизнес, где в формате вопрос-ответ журналист проводит с вами интервью, где вы рассказываете о вашем бизнесе. Делитесь экспертным мнением и рассказываете, как его правильно надо продвигать. И это экспертное мнение является, в первую очередь, самым ценным для сайта, потому что люди, которые интересуются какой-то нишей бизнеса, будут интересоваться мнением человека, который в ней хорошо работает. Поэтому брендовые статьи однозначно сильно работают по брендовому трафику. И даже видно, что эта статья выводится по брендовому запросу. Мы ее видим в первую очередь, а не что-либо другое. Также можно увидеть по поводу новостей. Участвуйте в любых инфоповодах, участвуйте, чтобы вас, конечно же, где-то замечали. В новостные сайты попадайте, конечно же, точно так же. Старайтесь попадать в новостные ресурсы, чтобы вас обсуждали. Следует помнить, что если вы будете безликим игроком на рынке, вас никто не заметит и брендовый трафик ваш работать полноценно не будет. Поэтому публикации в новостях однозначно тоже рекомендуется делать. Для этого нужно, конечно, быть политически, возможно, и экономически активным. То есть взаимодействовать со средой и, конечно же, публиковать свежую информацию. Также для вашей брендовой выдачи, однозначно, я не обратил внимания, например, здесь нет никакого Google Card, здесь четко есть только блок компании. Этот блок называется «Микроразметка». Реализуйте на своем сайте правильную микроразметку. Если мы хотим посмотреть микроразметку на том же сайте «Розетка», мы можем воспользоваться бесплатным тулом, который занимается тем, что проверяет структурированную микроразметку, и всегда ее посмотреть у конкурентов. Если вас заинтересует, про какой сервис я говорю, если вы, например, слушаете аудиоверсию, ссылочка на этот тул будет в видеоверсии на нашем подкасте на YouTube-канале. Поэтому тул очень простой, он позволяет узнать любую микроразметку любого сайта. Вам для этого не нужно ничего делать, вы просто видите эту микроразметку. В частности, «Розетка» поставила микроразметку веб-сайт. Я считаю, что эту микроразметку нужно ставить практически всем. Она однозначно нужна и в первую очередь. Но я считаю, что нужно ставить еще микроразметку компании, локал-бизнес в зависимости от типа вашего бизнеса, для того, чтобы выводить себя непосредственно по этой микроразметке. Итого, по поводу брендового трафика мы сказали, что нужно обратить внимание. И третье, на что нужно обратить внимание, это, конечно же, на каталоге. Мы обратили внимание, что «Розетка» выводится по тем же каталогам справочников, собственно, как мы вот выводили. Она есть на справочнике «Хотлайн», а это «Прайс-агрегатор». Также она есть в справочнике «Дубль ГИС» и тому подобное. Это справочники, на которые нужно зарегистрировать свою компанию. «Прайс-агрегаторы» для интернет-магазинов однозначно. Сайты, каталоги предприятий можно спарсить. Мы рассказывали в наших вебинарах, в частности, я рассказывал в вебинаре с Светланой из LinkStream. Мы также с Игорем непосредственно с Referral рассказывали, как эти вещи можно парсить, как сабмитить сайт в каталоге. Обязательно сходите на наш YouTube-канал и посмотрите эти вебинары. Я рассказывал про необычный скрипт, который позволяет это делать. Ну и, конечно же, в завершении всего нужно парсить сайты отзывов и сайты форумов. Сайты отзывов однозначно нужно брать, допустим, бренд вашего конкурента, плюс слово «Отзывы», увидеть в списке, где они везде есть. Например, если взять, допустим, «Розетка. Отзывы» и спросить в Гугле, мы увидим список сайтов, которые принимают отзывы про интернет-магазин «Розетка». И вот эти все сайты, например, «Отзовик», там, например, «Отзывы.ua.net», «Технопортал.ua», «Внутри.орг», «Доу.ua». То есть, и мы увидим кучу сайтов, где кто-то оставлял отзывы про «Розетку». Если вы и его конкурент, однозначно пройдитесь по всем этим сервисам и зарегистрируйтесь для того, чтобы оставлять отзывы на этом ресурсе. По поводу форумов. Для того, чтобы искать форумы, вы берете просто конкретную тематику, например, «Продажи автоматические ворота», например, «Чизки ворота». И берете, спрашиваете «in URL», двоеточие, и пишете «Латинским форум». Почему? Потому что большинство форумов в теле ссылки имеют слово «Латинским форум». И нажимаете «Поиск», и вы видите все форумы, где люди спрашивают непосредственно, допустим, про автоматические ворота. Этот ключ может быть любым другим. Вы можете любой другой запрос спросить в Гугле. «Запрос» и «in URL», двоеточие «Латинским форум». Как это правильно пишется, обязательно сходите на видео-версию, посмотрите на экране это видео. При помощи этого простого запроса и при помощи нашего простого скрипта, про который мы рассказывали в наших видео, можно спарсить все форумы непосредственно. И все форумы можно спокойно использовать для регистрации, для поиска свежих веток, свежих идей, на которых нужно зарегистрироваться и отвечать. Не ставить ссылки, а отвечать. Зарегистрируйтесь на этих форумах, создайте аккаунт со своим именем, который является короткой версией ссылки вашего бренда, и отвечайте на вопросы потенциальных клиентов. Они увидят вашу экспертность, ваш авторитет и будут взаимодействовать с вами. Ну и, конечно же, обращайте внимание на отзывы. В любом случае, всегда нужно обращать внимание на отзывы, потому что от отзывов зависит многое. Если спросить, допустим, брендовым запросом силквик, вы увидите отзывы непосредственно на гугл-картах, можно посмотреть эти отзывы и повзаимодействовать с ними. Можно на все они ответить, похвалить, сказать спасибо, сказать что-то, поблагодарить за каждый отзыв и, само собой, ответить. Также есть такой блок вопросов. Следует также реагировать на вопросы, которые задают пользователи и отвечать на них. Это обязательно рекомендуется делать для того, чтобы ваш бренд разбивался. И благодаря этим простейшим трюкам вы сделаете так, что в брендовой выдаче вы будете королем. Но самое главное, я забыл сказать, поэтому хорошо, что вы дослушали подкаст до конца. Если у вашего сайта нет хорошего имени, которое не пересекается, например, если не пересекается с названием услуги. Например, если вы, не знаю, там, занимаетесь окнами и дверьми, плохо называть фирму окна-дверью или там, балконами и окнами, плохо называть фирму балкон и окна. Нужно назвать фирму так, чтобы название было уникальным, потому что по запросу балкон и окна в выдаче вы не увидите никого брендового, а поймете, что на самом деле в выдаче будет полная каша. И будет просто непонятно, кого вы имели в виду. Название фирмы не должно быть просто названием услуги. По брендовой выдаче в первую очередь должны выводиться конкретная компания. Например, если взять, допустим, пиццерию, если я введу просто домино пицца, я сразу увижу в рекламной выдаче домино пицца и увижу непосредственно брендовую выдачу, которая сделана полностью по бренду. Более того, как вы видите по домино пицце, даже они сами не крутят рекламу, а крутят конкуренты. Почему? Потому что конкуренты знают, что люди, которые ищут домино пицца, могут кликнуть по ошибке и заказать тут. Им все равно не знают название. И какая-то часть клиентов может купить по брендовому запросу у конкурента. И это тоже следует знать. На этом сегодня все. Обязательно не забывайте подписываться на наш YouTube канал. Скажите, понравился ли вам формат видео, который я сейчас решил делать? Если понравился, жду от вас лайки, комментариев и, конечно же, до новых встреч. Это видео я буду выгружать постоянно и не забываем, конечно же, задавать вопросы. Если вам нравятся мои подкасты, сходите, подпишитесь, я буду только рад. Ссылочки на подкасты для Android и для iOS, конечно же, будут в описании. Итак, пока.